Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня в эфире программа «Странные страны». Я ее ведущая, Аня Алинисия. Здравствуйте, Римма. Римма, Вы приехали в Едапу из Сирии. Я бы хотела узнать, как проводятся арабские свадьбы. Мне очень интересно. Сколько вам лет я натирала? 20. Смотрите, а во сколько лет вы замуж вышли? Я вышла замуж летом. У меня было 19 лет. В это лет я вышла замужем. В Москве считают, что 19 лет – это слишком рано для замужества. А что по этому поводу говорят у вас молодцы? А что, правда так считают? Так и достали. У нас вообще происходящее возрастное замуж, то у нас это и есть. У нас 18-19 лет. Раньше даже было до 21 раньше. Это уже все. Девушка, типа, старое дело. У нас тогда не образование даже ничего. Но сейчас, мы уже 20 раньше, в 7 лет, и у нас образование уже. На первом месте. Девушка, по-моему, этим разорванная. Вот. И сейчас увеличили возраст. 24 года. На 24 лет девушка должна выйти замуж. А 17-18-19, это, можно сказать, такой самый возраст. Что все мужчины смотрят на 18-18%. Ну, а если, ну, например, если девушка 25 лет, то порядку идти нахуй, мне кажется, не понятно. Почему есть, ну, у меня, например, есть тетя, ей уже 25 лет. И сейчас даже есть такое, что только если вторая женщина пойдет на ее возьмут, ну, это будет хорошо. А так, конечно, бывает все как жизнь, да? Лерка. Ну, дай бог. Все. Может быть, судьба такая будет, что у человека... Я не буду. А так, правда, что некоторых девушек выдают замуж, ну, у своего будущего мужа, но им все то, что муж и жена не знают от друга, то есть они не знакомятся в день свадьбы. Ну, я еще с таким не сталкивалась и так, ну, я слышала, может быть, есть где-то, ну, нет, сначала помолвку, помолвка вообще должна быть помолвка. И для чего помолвка? Для того, чтобы они потом общались, ну, знакомились, познакомились, общались и надевали друг друга. А так было. А ваши родители вас не носили замуж в неделю? Это было чье решение? Это был мой бульгорн. Родители, конечно, их согласие, ну, они должны были или согласиться, или нет, если бы они не согласились. Ну, а что я сделаю это? А так они согласились, узнали, какой человек, какие родители, ну, когда узнали, как он меня любит, согласились. А как проходит традиционная арабская свадьба? Вам вообще все сначала или как? Ну, из помолвки, ну, как помолвка у вас другой? Помолвка? Ну, вот у нас, мы как общаем, сначала, ну, народу, много народу вообще нет. Только родственники, практически родственники собираются, помолвка, и на помолвке они могут расписаться. Но не всегда. Они вот общаются после помолвки, они начинают общаться, чтобы узнать друг друга ближе. И еще, что помолвка не должна быть больше года, потому что она все равно разрывается. Почему-то, я не знаю даже почему, но вот так. Здесь обычно, ну, молодожен венчаются в церквях. А у вас есть такое обряд венчания? Ну, у вас в церкви, да, а у нас в мечети. Ну, конечно, есть. Ну, большинство приглашают шейха. Наверное, как у вас идет шейх, это священник. Он приходит домой. Ну, это как у меня было. Как у меня было, и даже вот у кого я знаю, да, это дома. Он приходит, читает обряд, обрет. Вот. И все, все дома. А на свадьбе мужская половина и женская половина, они же отдельно, только другом находятся. Да. То есть, а в результате муж и сна, они... Ну, как у нас? Ну, как у нас? Муж, ну, жених, муж приезжает, забирает невесту. Ну, как? Забирает ее, ну... Забирает на танцале. Одев он такой, ну, отдает ее женихотке. И он отвозит ее к женщинам. Когда он приходит, все женщины, ну, одевают платки. Он приходит, они где-то час, ну, может быть, даже больше. Два-три часа. Они вместе. У нас жених и невеста, они у женской половины. Танцуют, но они ей золото дают. Они танцуют, говорят о любви. Ну, и вот так. А потом мужчина уходит к мужской половине. Ага. А я знаю, что в мусульманских странах есть много женства. Как ты смотришь на то, что у твоего мужа появилась вторая жена? Да. Привет, тихо! Тихо все! Да, много женства есть. Максимум можно иметь четырех жен. Максимум! Максимум можно иметь четырех жен. Совсе никак. Уберите. Маленький. Маленький. Маленький! Варенький. Уберите! Ну, я вообще, категорически против. Конечно же! Я думаю, что нормальная девушка, она будет против того, что у нее у мужа была еще вторая жопа. Ну а если у мужчины скажут, что я живусь, ты же не можешь ничего пойти против своего мужа? Ну как? Я не... Ну я тогда разведусь. Кстати, а разводы... Ну что это такое? А как мусульманцы с родителями же тоже упущают, и как разводятся? Ну, как разводятся? Нет. Почему грех? Вообще-то тут решает мужчина. Но он в словах, ну словами говорит три слова женщине. Ты разведена, ну антипарк, антипарк, антипарк. Ты разведена, ты разведена, ты разведена. Все, она... Все, уже... Он не имеет права, ну все, уже грех, чтобы он в нее дотронулся. Ну вы понимаете. А, чтобы он вообще с ней имел какие-то отношения. Это уже грех. Чтобы развестись, нужно эти три слова. Не говори. Да. Вот смотрите, а тогда... А женщина имеет право подать на развод? То есть женщина не может три слова эти сказать? Ну... Я сказала вам, что мужчина решает сказать им, ну он говорит. Это... Он говорит. А женщина нет, не может сказать, ты разведена, ты разведена. Я с тобой разложу, я с тобой разложу. Нет, нельзя. То есть понятно. Мусульманских силах вы по главам мужчины. Да. Но есть еще такое, что... Ну вот давайте, например, представим себе такую ситуацию, что мужчина издевается над женой. Не платит ей деньги, не дает деньги, не... Ну вообще не обеспечивает. Она у него обыдя. Да? И что она... У нее что, никаких прав нет? Ну это тоже, ну... Человечески, да? И она может с ним развестись, но это уже идет все в судье. Она что... Ну... Почему ты хочешь развестись? Ее, во-первых, такой вопрос уйдет. И она должна причину убедительную сказать. Он меня бьет. Но это любая может сказать. Он меня бьет. Где доказательства? Доказательства. Приводи свидетелей. Свидетелей нет. Ну, она должна быть, если хочет, да? Если правда есть, может быть, родительница. То есть только через нее. Ну и через суд, да. И шеф тоже присутствовал. Понятно. Хорошо, Римма, спасибо большое. Вам было очень интересно с вами побеседовать. Я надеюсь, у вас сложится семейная жизнь. Я желаю вам удачи, побольше детей. И счастья вам.